Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Songs of Six. Мы с вами остановились на том, что в нашу жизнь влилась религия, и как оказалось, она несёт за собой очень много негатива, помимо позитива. Ну, собственно, ИРЛ вся херня. Короче, суть в чём? У нас есть товарищи, которые, естественно, были против данной религии, и мы надеялись, что они просто исчезнут. Но, как показала практика, исчезнуть другие верования в ноль полностью не могут. Они остаются в количестве, вот тут, 40, 13, 19, и создают криминогенность в нашем городе. Соответственно, за счёт того, что их религия не поддерживается как основная, либо же как хотя бы побочная, они начинают бунтовать, что, в принципе, приводит к тому, что у нас очень сильно растёт уровень криминогенности. И, соответственно, это влечёт за собой падение настроения наших товарищей. Я не знаю, какой потолок для одной расы в виде населения, но я не могу преодолеть потолок в 2100. То есть мы скачем туда-сюда, и у нас выходит в районе 2000 человек. Больше мы выдавить, к сожалению, не можем. Я разные эксперименты уже проводил, всякое пытался делать, это не работает. Касательно криминогенности, самым эффективным способом оказалось поднять казни до 40%. Наши, конечно, будут чуть недовольны за счёт неправомерных смертей. Сюда же, кстати, попадают и смерти от злодеев. Но при этом всём немножечко упадёт помилование. Но в целом уровень криминальный у нас стабилизируется, грубо говоря, если так можно назвать. Вот. Что касательно мигрантов. С иммигрантами ситуация более сложная. Я не совсем вообще понимаю, как высчитывается этот параметр. По идее он растёт, когда мы зовём новых мигрантов. Но он падает, если я возьму, переведу сейчас всех людей этих в рабы и освобожу. Почему-то они, получая статус рабов после того, как были преступниками. И когда мы их освобождаем в виде рабов, они перестают быть иммигрантами, судя по всему. И поэтому вот этот показатель падает. Это очень странно работает. Но в целом, да, как-то так оно и работает. Хорошо. Дальше. Вопрос по тому, я не знаю, сможем ли мы наращивать количество людей. То есть суть в чём, что у нас лояльность и счастье 100. Но количество желаемых прийти к нам ноль. И мы это никак не можем изменить. К сожалению. Я не знаю, будет ли работать, если мы поставим больше ясли и всяких родильных домов. Может, тогда мы сможем увеличить численность. Но пока есть сомнения, честно говоря. Что касательно самих мигрантов. Я набрал ещё кучу дварфов. Что привело к тому, что наша армия увеличилась. Увеличилась за счёт дварфов. И нам теперь ещё и люди нужны, чтобы пополнить армию. Ну, короче, сами понимаете, есть нюансы. Вот. Из хорошего у нас появился мега огромный комплекс обучающий. У нас теперь в общей сумме обучается 500 человек. Даже больше. И самое прекрасное, что мы смогли поднять уровень образования у людей до 92%. Что, естественно, сказалось во всех ветвях, в которых они, собственно, работают. Мы продолжаем их обучение. То есть у нас в запасе сейчас 600 человек. Чтоб просто не падал уровень занятости, мы их всех в универ. Пусть работают. Вот. И в итоге у нас получается сейчас мега рост. За счёт, кстати, и по технологиям, и по очкам в мире. Ну, короче, административным. То есть везде идёт очень даже приятный рост. По производству я по чуть-чуть поднимал всё шумок. Увеличил склад по рационам. На дохер ли он просто. Поставил ещё одну резервную дурку. Потому что мы опять уже не вывозим с этими дуриками. У нас в общей сумме уже 4 дурки. И по идее мы должны за раз держать 88 человек. Но посмотрим, к чему это приведёт. Что у нас здесь? Здесь я поставил, собственно, ещё одно кладбище. Поставил могильник. Для того, чтобы сюда скидывать всяких там... Не принадлежащих высшим расам. Мусор. Там всякие злодеи, может, убитые. На арене убитые ребята вроде туда же кладутся. Ну, короче. И в придачу я сделал ещё бонусные огромные склепы. Склепы у нас по одному формату идут. Их можно сюда копипастить сколько хочешь. И в склепах у нас, собственно, все остальные ребятки хоронятся. За счёт чего религия у нас ещё вырастает. Как видите, здесь есть показатель аж до 200%. То есть 100 от обычных кладбищ и 100 от склепов. Что, в принципе, найс, одобряю. Ну, естественно, бонус от религии на обучение сыграл свою роль. Как вы понимаете. Потому что без него было бы совсем тяжко. Его, по идее, ещё сильнее можно поднять. Но я не знаю. Поставив ещё один храм, что ли. Ну, короче, в любом случае его можно как-то ещё поднять. По производству я пытался в ювелирку. Но понял, что ювелирка для нас это скорее минус, чем плюс. У нас есть технология, у нас есть производство. Но мы его оставляем на потом. То есть если у нас будут какие-то проблемы с ювелиркой, тогда мы её запускаем. Сейчас я ювелирки накрафтил. Я её не трогаю. И людям я её не выдаю. Касательно того, что мы выдали людям. Выдали ещё керамику, выдали ткань. Выдали максимум одёжки, максимум еды. С едой у них тоже какая-то проблема. Я не знаю, в чём у них сложность доступности к рационам. То есть я везде сейчас повыставлял в столовых, где они. Столовых и харчевнях. Огромное количество работников для того, чтобы они могли обслуж... Да, всё правильно. Чтобы они могли обслуживать максимальное количество народу. В конечном итоге это приводит к тому, что всё равно загрузка стопроцентная. И наш народ не может нахаваться вдоволь. Я не знаю, как это до конца работает. Может мы сегодня проверим и поставим какую-то мега-гигантскую столовую. Что проверить, как это работает. Мне кажется, что мы немножко переборщили с количеством столов. Но слишком мало поваров. Мне кажется, что на этом завязка идёт. Хотя в теории здесь работает 32 человека. 32 человека что, не могут сделать блюда? Могут. Просто не хотят. По всей видимости, другого объяснения я просто не вижу. Другого объяснения нет. Хорошо. По складам у нас в принципе осталось всё то же самое. Здесь я добавил ещё производство керамики. Небольшой жилой массивчик. Больница у нас продолжает работать. То есть в целом мы уже, ну объективно, заняли добрую такую треть, может 25% карты. При этом мы уже имеем население 3100 человек вместе с детьми и дедами. Да? Да. А, ну и самое важное, я просрал всех наших рабов. Вы спросите, как? Я вам легко отвечу. Всё очень просто. Я решил проверить, можно ли их всё-таки уже ввести в наше общество как свободных. Я ввёл одного. Он пошёл сразу же обучаться в армейку. При этом его по показателям всё устраивало. То есть и по еде, по этим... По населению, по окружению, по религии. Но его не устраивал один пункт. Это рабы. Рабы, которые были из его же расы. Я добавил второго. Всё тоже было нормально. Они вдвоём обучались в армии. Всё было замечательно. Единственное, что их конкретно волновало, это то, что их же товарищи находятся в рабстве. И я решил всех освободить. Я освободил всех, что они сделали правильно. Все собрались и ушли. Вот и всё. В общем, обхитрили меня эти конторы. Но ничего страшного. Мы без них в целом выживем. Также я пытался в обучении дварфов. Но дварф и собака даже с апгрейдом обучаются очень туго. Вот прям супер туго. Они сейчас там приходят периодически. Вон до 12% хотя бы их обучить. Это ж позорище просто какое-то. Ну короче. Я их пытаюсь обучать, но они не поддаются, честно. Они сопротивляются всеми силами. Что же у нас происходит на мировой карте? Всё очень просто. Я провёл ещё один эксперимент. Он вроде бы оказался даже неплохим. Во-первых, если у нас стоит какое-то войско возле захваченной территории. Хотя бы небольшое. Захваченная территория не выёживается вообще. То есть вообще не появляется вопросов, повстанцев там, ещё чего-то. Они просто пашут как черти и не имеют никаких претензий. Здесь же я провёл эксперимент. Я полностью в Нолину снёс регион. То есть мы пришли, мы его не захватывали, ничего. Ну как, теория, он к нам присоединён. Но мы его просто уничтожили. То есть забрали всё, поубивали всех людей. И это привело к тому, что они очень долго восстанавливались. Я не знаю, сколько лет у них заняло на то, чтобы подняться до 10 тысяч населения. Но я точно помню, что несколько лет там даже сотни населения не было. То есть в целом, мне кажется, это выход в перспективе. Если нам регион не нужен, а какой-то регион у нас бычит. Точнее из-за того, что у нас в округе огромное количество вот этих нейтральных регионов. Это и приводит к тому, что на нас начинается довольно серьёзная бычка. К нам приходят там по 2000 народу и так дальше. Соответственно, если мы их всех защимим, они, собственно, перестанут выпендриваться. Я думаю, что мы сегодня начнём этим заниматься. Начнём, наверное, с наёмной армии. Я не знаю точно, как мы это сейчас сделаем. У нас вообще есть? Сейчас, где наша армейка? У нас есть желающие наёмники. О-о-о! Это хорошо. У меня, правда, денег не так много. Я, может, и хотел бы вас всех взять. Короче, эту армию мы всё равно оставляем. Рекрутим армию наёмничков. Это у нас сколько обойдётся? Это до хера обойдётся, скорее всего, да? 300-400 тысяч их нанять. Ну, и у них, скорее всего, запэшка будет бешеная, которую мы не вытянем. Потому что их, ну, слишком много. Нам вообще столько надо? Нам, наверное, столько не надо. 140, тут уже 500, 600, 700. Вот этих мне хватит за глаза, этих можно убрать. 238 в сутки 60к. Ну, это сносно. Это сносно, при том, что в целом армия 860. Что мы делаем? Вот этот регион нам нужен. Этот регион нам нужен, потому что здесь есть бизоновые фермы. Соответственно, мы хотим отсюда заполучить достаточное количество... И что у нас там получается? Мясо, кожа и все остальные ништяки, которые мы с этих ферм получим. Но проблема в чём? Нам нужен ещё один админ пункт тогда. Административный, потому что у нас всего лишь 200 очков. За 200 очков мы особо там ничего не раскачаем. А нам надо бы раскачать. Так, где у нас администрейшн? Вот. Ммм... Теперь вопрос. Куда бы её пихнуть, чтобы она влезла? Желательно. У нас здесь есть места ещё. Но я вообще планировал эти места использовать чуть по другому назначению. Но, видимо, никто меня спрашивать не будет, да? Ммм... Да, здесь у меня керамика ещё будет развиваться. Здесь придётся долбить гору полдня. Но, в принципе, это выход. В принципе, это выход. Но здесь тоже надо оставить проход. Давайте сюда, наверное, впихнём. Я не знаю, как люди сюда будут добираться. Меня это не то, чтобы сильно волнует. Мне главное, чтобы это всё заработало. Так, сюда оставляем, сюда оставляем. Ребятки, фас. Я, наверное, даже с обучения сниму народ. Где у нас... Тогда дайте мне хоть один универ. Снимем самый большой универ. Это у нас 156 человек. У нас здесь один комплексный, видите, огромный универ есть. А это все остальные под копирку. На производстве погибли. Господи, что же делать? Так, наши ребята там сейчас доберутся, возьмутся за штурм. Точнее, за этот, на осаду. 400 человек, да. Сождаем, ждём. Я думаю, мы с ними быстренько разберёмся. Мы можем заметить, кстати, что наши союзнички, пока что союзнички... Мички Морд. Они начинают уже лезть на наши нейтральные территории. И, собственно, пытаться их отжимать. Поэтому мы должны сейчас забрать весь самый сок по ресурсам, который нас интересует. И уже двигаться дальше. Уже двигаться дальше. Пока сидим в осаде. По идее, мы в осаду можем вообще не трогать, как я понял. Это я ускоряю процесс, если я там через пару дней заглядываю и штурмую вручную. Но в теории мы можем этот процесс вообще не трогать. Осада сама пройдёт. В тот момент, когда ребята просто не вывезут... Атакующую сторону. То есть они начнут сдаваться и тем самым сдадут город. Такой вариант тоже есть. Мы его никуда не деваем. Так, добавим немножко освещения. Я теперь везде натыкиваю освещение и статуи. Для того, чтобы, собственно, увеличить параметры освещения и трепета. Но практика показывает, что этого всё равно не хватает. Где у нас? Вон, трепет всего лишь 70%. Отсвещение 88%. Хотя я по всему просто региону понаставил дохериллион всего этого добра. Но не мне судить. Не мне судить. Основная у людей на нас обидка. Я так понимаю, из-за того, что мы... Не используем камень. То есть мы в большинстве сейчас встраиваемся в горы. А им горные стены не по душе. Им подавай, собственно, резной камень. Я их отчасти понимаю. Отчасти мы, естественно, кладём болт на их желание. Ну, то есть... Такова политика. Ничего не поделать. Ничего не поделать. Так, пока у нас 2,4 ляма есть, мы пока можем держать армию. Так что можем ускорить процесс. Ух, нихера. Они прям держат, слушайте. Ну, окей. Я вам мешать не буду. Держитесь. До последнего желательно. Здесь у нас полная застройка вышла в целостный ад, грубо говоря. В том плане, чтобы полностью засрались. Ну, то есть по всем параметрам. У нас вся остальная застройка, если будет идти, она уже должна идти за территорией центра. То есть мы уже не можем здесь ничего строить. Абсолютно. Даже при большом желании. Оно просто не влазит. К сожалению. Но зато мы растём. У нас уже 3000. По идее, судя по тому, как дварфам нравится теперь у нас жить. Я думаю, что мы будем теперь набивать руку на дварфах. То есть мы будем растить их количество. Это чуть проще, мне кажется, почему-то. Почему-то мне кажется, что это проще. По апгрейдам, кстати, да. По технологиям я апал-апал-апал. И пришёл к тому, что пока что нам нечего развивать из того, что прям горит. То есть у нас нет каких-то горячих мест. Единственное, что мы иногда там накидываем по мелочи на всякие производства. Всё остальное нам пока трогать бессмысленно. В банях я смысла не нашёл никакого. Потому что это одна и та же категория, которая, как и харчевни, даёт просто разнообразие. Фактически она никак не улучшает состояние и желание наших товарищей. А вот, кстати, рационы я поднял бы. Давайте ещё чутка. 110, вот. С рационами у нас есть проблемка. Так что над ними надо будет поработать. Однозначно надо поработать. Так, давайте, ребяточки, админ-центр нам ещё один нужен очень срочно. Я напомню, что всю бумагу мы, по идее, всё ещё закупаем. Потому что бумагу полностью крафтить очень сложно и невыгодно. В том плане, что вроде бы крафт простой. Но количество бумаги, которое мы имеем на выхлопе, она очень херовая. Поэтому нам проще закупать. И хлопок мы сейчас закупаем, потому что ткань мы... Я вроде бы увеличивал производство. Ткач, да, мы подняли. Сейчас покажите. Да, у нас из четырёх хлопка выходит 15 единиц ткани. Что очень сильно. Я бы сказал, очень-очень сильно. 4,5 тысячи тканей в год. Это очень внушительные показатели, но пока что умножить это производство не вижу смысла. Поэтому двигаемся в админку. Так, что у вас? Передумали? Сколько потеряем? 12 человек, давайте. Так будет быстрее. Так, грабить ничего мы с ними делать не будем. Нам этот регион нужен. Единственное, что мы здесь сформируем, массенькую армию, которая будет за ними следить. Давайте армию из ближников, желательно бронячих. Есть такой вариант? Нет такого варианта. Окей, давайте какую-то смешанную армию небольшую. Всё, ребяточки, вы тут кутите, следите, чтобы они не вредничали. Дальше давайте смотреть регионы, которые нейтральны у нас рядышком. А что это такое? А что это такое? А кто эта трёхтысячная армия сюда влез? А кто тебя просил? Говно такое, а? Ну хорошо, вот нейтральный ещё один регион. Мы их, по идее, все можем поджать под себя, они просто очень долго будут восстанавливаться. Если они нам не нужны по каким-то из ресурсов. Я думаю, что это в целом опция. Хорошо, давайте вот этот регион снесём под ноль. Ты куда пошёл? А, всё правильно. Этот регион снесём под ноль. Просто ждать. Он нам ничем не пригодится. У нас здесь рядышком есть регион с глиной. По идее, если что, можем его терроризировать. Так, этот регион давайте грейдить. Как видим, сохранилось 24 тысячи населения. Что не может не радовать. Так, и сколько же мы с вас можем получить? Кто у нас даёт бусты на бизоновые фермы? Вы даёте. Буст. Вот эти ребятки и эльфы наши. Эльфа-урки, урка-эльфы. Они выглядят как орки, а по описанию чистейшие эльфы. Вот в чём магия. Ну ладно. Так, хорошо. Вот эти и вот эти дают нам бусты. Соответственно, смотрим, сколько мы получаем за первый уровень. 107 мяса, 60 кожи, 3 зверушки. 214. Так, управление уже падает. 320. Надо сразу на 4 хотя бы умножить, да? 2100 в сезон. 2100 в сезон. 2120 в сезон. 2120 в сезон, я думаю, нам хватит. У нас тогда хватит и мяса на кормёжку. И мясо на остальные потребности. Но если нам чистое мясо надо, то мы можем вот этих ребят взять на самом деле. С них больше, кстати, получается. Но тогда другие расы будут прилететь. Ладно, оставляем пока так. Гарнизоны я им не ставлю, ничего не ставлю. Это оставляем. Давайте поднимем ещё лоялити. Но мы тогда понижаем профитность. 461, ладно, 469 норм. И повысим население. Повысим население, что увеличит ещё профитность до 540. И давайте чуть-чуть бросим санитарочку. Пока последим за этим регионом, как себя будет вести. Ну и дождёмся админки. Дождёмся админочки. Так, ребятки. Всё, процесс идёт. Там всего лишь 500 человек. Я думаю, скоро их растеребут. Так, готовимся к застройке ещё одной админки. Это у нас уже какая? Третья по счёту. То есть у нас в админ-центре будет работать 336 человек. Это серьёзная заявочка. Это очень серьёзная заявочка. Пока, видите, у нас мясо, в принципе, есть в плюсе. Мы сейчас всё, что делали с рационами, мы их умножили путём технологии. То есть больше потребления у нас не становилось по рационам. Но в конечном итоге мы имеем значение... Сколько? 3100? Ниггера себе! То есть мы производим 6000 в год. Нормально. Но у нас уже 400 рационов портятся. То есть мы производим 6000 и 1600 у нас портятся. Херово. Кстати, по поводу порчи. Мы шо, её не докачали? Ах ты же, мать твою! Давай ещё качнём. Сколько там? 4000? 5000? 8000? 9000? Всё, 300% есть. По обслуживанию. 1202, 2600, 3400. Пока хватит. По бартеру поднимаем ещё за 9000. За 12 и пока останавливаемся. Теперь проверяем. 25% у меня теперь будет всего лишь портиться. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Экипировка по 2% теперь. А шо по стоимости камней? 266. Ну у нас там цена уже падала до 200 с чем-то. Вообще 220, по-моему, было. Так что мы сейчас ещё и больше зарабатывать. По идее начнём. Так, хорошо, запускаем. Ребяточки, давайте, я жду готовую админку. Преобразуйте сие место в шикарный админ-центр. Буду вам очень благодарен. Как видите, люди у нас падают. На старте было 2020 с чем-то. Сейчас уже 2002. И это без учёта того, что у нас в тюрячке 37 человек. Вот мы сейчас проведём, кстати, этот эксперимент. Иммигранты 3.05. У нас, правда, мало заключённых, но проверим. Переводим их в рабы. Медленно, но уверенно. Принесли всё? Почти. Всё, пошла стройка. Админу комплексу быть! Замечательно! 55% только, ребятки. Не дорабатывайте. Так, перевели в рабов. Нет, ещё не всех. Ещё не всех. Сейчас подождём. И проверим уже начисто. Без сучка и задоринки. 99%. И чё вы здесь топчетесь? Работать надо. Так, ставим опять же сотку. 112 людей сюда направляем. Инструменты им выдать. Инструменты у нас всё ещё в плюсе, слава богу. Так, пока 0.12. У нас здесь максимальное значение сколько? 0.55. Значит, эти вырастут до 0.55. Сгорем пополам. Так, очечки ещё начинают появляться. Замечательно. Так, 32 человека перевели в рабы. Здесь отменяем. Здесь выставляем саракет. Выставляем саракет. Вы там сильно не балуйтесь. Пожалуйста. Так, 32 человека в рабах. Теперь смотрим. Показатель 2.93. Уже. Заметьте, схерали. Объясните мне. Он просто взял и навернулся. На сколько там выходит? На... Боже. На 12%. С ничего, абсолютно. Мы ещё ни черта не сделали. Но! Теперь, если мы заведём этих людей, у нас будет расти вот этот показатель. Который именует их бывшими рабами. То есть, грубо говоря, здесь есть какая-то логика. Но она очень странная. Вот, мы выводим их. Смотрим. 0.14. 100%. Понимаете, да? То есть, у нас падает этот показатель, но растёт этот. И ничего с этим не сделать. Вот вообще ничего. А если оставить их рабами, то наши будут ещё сильнее обижаться, потому что их ребята являются рабами. Магия. Что я могу сказать? И получаем временный бонус за освобождение рабов. Это однозначно магия. Короче, по-хорошему, надо всегда выводить... Что, что, что? Что? А, эпидемия. Господи. По-хорошему, нужно максимально выходить в рождаемость. То есть, уходить нахер от идеи этого... Работорговли, либо же... Как он называется? Иммигрантов. И переходить в рождаемость. Я думаю, что мы к этому сегодня, кстати, и придём. В конечном итоге. Так, ребяточки, как дела обстоят? Люль хотите? Люль хотите. Так, этот регион мы договорились уничтожить. За уничтожение мы получим по мелочи ресурсов. 10 тысяч дерева. 5 тысяч глины. И вот можем в рабы загнать людей. Я думаю, что... По идее... По идее, мы можем сделать рабов. Условно говоря, из тех раз, которых у нас нет среди обычных ребят. В нашем случае, это тилапы. То есть, в теории, мы можем их рабами сделать. Я не знаю просто, насколько это хорошая мысль вообще. Но давайте проверим. Мы же экспериментаторы, мать его. Мы же экспериментаторы. Давайте сколько... А сколько у нас мест, я не помню. У нас 200 мест, по-моему. Ну давайте, короче, сотку народу возьмём. Вот так, чтобы было понятно. Я надеюсь, что они вообще доедут. Так, сотка есть. Всё остальное оставляем. И место бронируем под нас, чтобы сюда никто не лез. Так, идём дальше. Зона с углём и с овощами. Ну, в теории, в теории. Уголь-то всегда нужен. В теории. Но пока что мы их уничтожим просто. Нам надо зачиститься от всего этого смрада. Чтоб оно сюда не лезло. Меня, правда, смущает, что есть шанс того, что мы, если захватим очень много территорий здесь, то эти ребятки начнут претендовать на наши территории. А это уже будет серьёзной такой проблемкой. Ну, посмотрим. Так, а колония... 37 кантонцев согласились присоединиться. Я, по-моему, кое-что пропустил, да? Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Отменяем паузу. Так, здесь ставим вместимость 50. На всяк пожарный. Да, вот, мы захватили регион. И здесь была колония конторцев. По большинству показателей которых мы подходим. Их интересовало, чтобы население было больше тысячи. А туризм был больше 38% как религия. Закон выше 52. Трепет выше 33. И религия, вера в целом 34 выше. То есть к нам хотят присоединиться 37 гигантов. Это приятный подарочек, я должен сказать. А здесь жуки ещё есть. Нет, жуки мне неинтересны. А вот титаны очень даже. Так, ну я поставил автоприёмку. Я надеюсь, что они сориентируются, куда идти. А, кстати, здесь же есть показатель, да? А, этот показатель только у них. У них есть параметр максимум. 37. Ха! Интересно. Ну, ждём их в гости. Так, здесь ждём. Здесь не надо ничего предпринимать. Так, админка заработала, что по очкам. А очки полетели в гору. Уже 150 есть в запасе. 150 есть в запасе. Нам надо было что-то грейдить из тех регионов, которые уже есть. Уголь нам пока что хватает. Мы его всё ещё продаём. Здесь мы, к сожалению, уже ничего не вырулим. Но мы можем вырулить, по идее, к количеству населения. Но почему-то количество населения не влияет на количество ресурсов. Я не знаю, с чем это связано. Сколько оно стоит? У нас 26, 27, 29, 30. Ну, давайте улучшим наш регион на максимум. Посмотрим, повлияет это или нет. Но мне кажется, что нет. Что-то мне подскажут, что это не повлияет. Но запоминаем. 332. Там потом глянем. Так, всё. Админка запущена. Конгретулейшн. Эти товарищи нам пока не торопятся. Ааа, я походу дурак, да? Всё проверим. Они, скорее всего, в этот регион прут. Они же отсюда. Сами по себе. Да нет. Сюда они тоже не прут. Они никуда не прут. Хотя мы их ждём. Это те ещё чертяки-работяки, так что пусть приходят. А я их буду только рад. Но они пока не особо намереваются, честно говоря. Мы можем, конечно, побаловаться с приоритетами. Но это, скорее всего, плохо закончится. Сейчас, где у нас столевары. Где-то у нас точно были приоритеты. Список пиписок. Это нас не интересует. Это нас тоже не интересует. По-моему, здесь в работе. Так. Установить приоритет работы помещения. Это не то. Установить приоритет работы помещения для граждан в соответствии с расами. Это может привести к страшной ошибке, если я это выставлю вручную. Выстоять приоритет работы помещения для рабов. Но давайте для расы. Вот эти ребята. И как я его выставляю? Палаты, производство, плавильня. А, так у вас и так стоит приоритет 20 тут. Правильно? Расовый навык у них 1,4, поэтому они автоматом идут сюда. Всё, тогда я ничего не трогаю. Приоритеты не ломаем. Оставляем всё как есть. Они, по идее, автоматом должны будут прийти сюда работать, если они вообще к нам придут. Начнём с этого. Начнём пока с этого. Так, 130 очков. Что-то очки падать начали, ребятки. Мы ещё в самом деле. Верните очечи. Мне ещё обидно, что эти очки здесь не отображаются почему-то. Это было бы логично. Вы только меня в штраф в зону не введите, пожалуйста. Было бы очень неприятно. 385 растёт, слушайте. 391. Найс. Но мы выжили максимум, по идее. Мы больше уже не выжмём. К сожалению. Я ещё не до конца понял, как образование работает. Но мы к этому вернёмся. Так, хорошо. То есть мы должны начать зарабатывать теперь больше, чем было до этого. До этого у нас целое было 350. С вычетом затрат. Сейчас глянем, как будет. Как будет дальше. Так, разобрались. Работы. Охереть сколько? Вот нахер ты сюда суёшь. Зачем? Чтобы что? Уйди. Не лезь, куда тебя не просят. А здесь у нас выход корявый, или они там реально могут пройти? По-моему, корявый. Ну да ладно. Заклейте эти щели, чтобы они нам не мешали. Всё, замечательно. По еде, по алкашке. По алкашке у нас есть вопросы. Я думаю, что мы дальше будем... Хотя, может, мы сейчас просто бустанём, всё глянем. Здесь у нас работают все абсолютно здания с алкашкой. Все с максимальными инструментами. Сколько у нас стоит грейд алкашки? Алкашойды. 2600. Дальше у нас 3400, 4400, 5800. Всё, я максимум выжил. Если это не даст нам плюс, я буду плакать. Но другого выбора у нас пока нет. Так, и проблема в том, что библиотека сюда уже не влезет, да? Я сюда поставил уборщика. А, мы можем перенести просто уборщика. Уборщик, ничего личного. Удались. Так, какой канал, господи? Так, копаться в горах. Вот здесь освободите местечко. А сюда перетаскиваем ещё одну финальную, получается, библиотеку. Там будет довольно странно смотреться и, скорее всего, будет нарушена изоляция здания. Ну, ничего страшного. Я так подумал, ничего страшного. Или всё-таки страшно. Нет, наверное, ничего страшного. Если мы в упор поставим, тоже изоляция нарушится. Ну, давай так. Так будет ниже нарушение. Так, вы там только себя не запечатайте. Блях, я же сказал, не запечатайте. Ой, додики. Ой, додики. Ну, жди теперь. Надейся, что ты выживешь. Что я могу тебе сказать? Так, где у нас уборщичек? Вот сюда, пожалуйста. Почему не из камня? Всё, уборщика переселили. Он нас арену чинит, поэтому он точно должен здесь быть. Иначе дела не будет. Так, ребяточки, как успехи? Проверяем. 21 человека потеряем. Да и хер бы с ним. Так, что мы имеем? Полное уничтожение. Да, он нас интересовал здесь. А, я рабу взял, я не проверил. Они доехали или нет? Надо будет проверить. Так, этих ребят, что мы с них получим? Ну, всякое по мелочи, в общем. 2000 рыбы получим. Давайте их приватизируем, назовем это так. А вы прям рыбаки, да? Не. Они не прям рыбаки. Так, их оставляем в покое. Мы можем видеть, что сейчас у них население ноль. И, соответственно, пока они вырастут, пройдет довольно большой промежуточек времени. Так, это уже чужая территория, да? По-моему, да. Так, хорошо. Здесь у нас что за товарищ? Вообще, самый бесполезный из тех, что я видел. Сносим его под нулик. Нам конкуренция не нужна ни в каком виде, а тем более, если они предоставляют какую-то опасность. Предоставляют какую-то опасность для нас. Все, здесь ждем сидя. Так, смотрим, что у нас произошло с мяском. Так, налоги 800 всего лишь. А потом налогов нет совсем. Не понял. Ребяточки. Мясные дельцы мои. Где налоги? Платите налоги. 240 очков в запасе. А что произошло реально? А, налоги есть 2400. А куда мы спускаем-то до столько? Мы съедаем это все? Хорошо, а до налогов мы как жили? До налогов мы работали почти в ноль. Но теперь даже с налогами мы работаем... А, вот, плюс 4000. Вот это я понимаю. Только где они? На складах ничего нет. А, во-во-во, понеслось, понеслось. Все. Склад забит мясом. Ахтунг. Ахтунг, помогите. Так, мясо, место здесь есть? У меня, по-моему, на том складе даже место есть. Еп, мы здесь освободили кучу. Так, давайте до 5000 здесь добью. Все, ребяточки, складируйте все мясо, чтобы оно пусть... Пусть отлеживается. Пусть оно и портится быстро, но хрен с ним. С таким успехом мы можем реально ставить еще одних товарищей на... Рационы. Так, здесь у нас что за зона? Здесь у нас перекусочная. Я думаю, можем сюда фигануть их. Ставьте еще одни рационы. Мы ускорим тогда в разы производство. Так, здесь пошло. Товарищей здесь освободили. Вроде никто не погиб, да? Незаселенных у нас 300 человек. Вот это самое страшное. Куда бы мы ни развивались, у нас все равно будет очень много бомжей. Я могу вот здесь еще сделать жилой квартал. Вот здесь сделать жилой квартал. Ну, ну, ну. Но это ж неправильно. Это в корне неверно. Мы вернулись, кстати, в показатель 2030 с чем-то. О, у нас появился первый контор. Покажись, ты где? Так, что тебя устраивает, что тебя не устраивает? Освещение норм. Трепет норм. Солдатов пока нет. Убитого врагов. Зеро его это радует. Что тебя еще радует? Его не радуют неправомерные смерти. Рабы не радуют. Рабов нет. Кстати, рабы наши так и не доехали, да? Еп! Абсолютно ни одного раба. Только напомните, сколько у нас места. Под рабов. Под рабов у нас 150 человек. То есть сотня должна была влезть вообще без проблем. А, незаключенными стали. Так, это интересно. Хорошо. Выводим их в рабы. Выводим, выводим, выводим. Вон, сразу же заселяются толпой. А что, они умирают? Что, они в кровище, я понять не могу. Я их, как бы, поработить хочу, а не уничтожить. Ничего не путаете, нет? Боже, боже. Какой ужас. Так, усе, всех перевели вроде бы. Теперь у нас есть 50 рабов. Расы вот этой. Расы вот этой. В чем вы хороши, кстати. Им нравится древесина. Ну, типичные эльфы. Рубка дерева, скотоводство у них хорошее. Ну, короче, им работа, по идее, найдется. Я не уверен, что они будут сильно рады, да? Да, потому что у них нет подходящих вещей, которые бы они хотели. Ну, сейчас глянем. Все показатели должны будут скакнуть, когда они адаптируются. Страх, гармония для них важна. На освещение им плевать, пространство трепет плевать. Шум их не радует. Мясо. Их радует, чтобы было хранилище мяса? Какие простые люди, а? Это очень интересно. Вероисповедания мы им никак не дадим. Кладбище для них не фиксируется, я так понимаю. Ну, короче, пока 50 человек, они особо бунтовать не собираются. Но мы глянем, чем это обернется потом. Так, хорошо. Уже двое. Они, по идее, все в армейке должны быть. Они, по идее, да, оба в армейке. Это их основная задача первая. Обучиться. Вот он, гигантела. Варнон шутницк спиннер. У нас титан спиннер. Понял. Вот такая гигантела у нас есть. Лиги, насколько сильно подданные хотят посетить храм своего бога. Вот беда в том, что, по сути, им ничего не мешает, но они очень далеко от храма находятся. Вот в чем проблема. Ну, сейчас последим за ним. Доктор ему нужен. Я понимаю, как доктор охереет, когда увидит такого товарища. Живут они 8000 лет. А, он все-таки может прийти в храм. Все супер. В храме что-то повалялся, помолился. Пошел дальше тренироваться. Голод, неопрятность. По голоду, кстати, не ясно. Им на еду плевать, по идее. Им важно быть занятым работой. Очень важно. Так, освещение, трепет, это все понятно. Это мы имеем. Образования, скорее всего, они не обучаемые, да? И куда пошел работать? Присекает, наверное, с тренировка. Вот еще его один кореш. Это Орланис Алсут. Ну, у него тоже, в принципе, все норм. В доктору сходить, конечно. Ну, там, видимо, очередя к доктору. Так, и он пойдет работать на металл. Правильно, мальчик. Правильно. С твоими бонусами на металле работать очень выгодно. Но проблема в том, что у нас здесь скачет два параметра. То есть здесь очень важно образование. Точнее, очень важен расставый бонус. Но не менее важен образование. И религия. Но религия сюда почему-то не приплетается. Пока что. Но в любом случае. Сюда будут ребятки, если хотите работать, это замечательно. Сейчас только проверим образование. Мне все-таки интересно. Да, они не образовываются вообще. То есть, что ты с ними не делай, они пушат тебя нахер. Понял, принял. Оставляем как есть. Так, этих новых не притаскивали. У нас три раба погибло. Что? В честь чего? Так, эти начали пользоваться благами. Знаете что? Я думаю, что если мы уже заводим рабов на постоянку, то давайте им создадим человеческие условия, что ли? Мы... Я это все-таки воспринимаю не как рабов, а как... Я не знаю, как это мягко назвать. Ну, в общем, грубо говоря, это наемная рабочая сила. Я не называю их рабами. Это неправильно. Здесь мы им сделаем немножечко развлекухи, чтобы они по пути домой, назовем это так. Могли там, не знаю, хотя бы помыться возле костра посидеть хоть что-нибудь. А, все, сдали сами, да? Это те, которые что? Это те, которые ничего. Уничтожаем их в ноль. Забираем еще... Чуть-чуть поменьше. Еще соточку. Соточку этих ребят. Мы их сразу автоматом переведем в рабы. Ну, и с ценного у них... Ну, грибы, ладно. Гриба у нас давно не было, вроде бы. Все остальное херня, собач. Так, есть. Сносим в налину. Двигаем дальше. Так, ты шо? Ты пшеница, фрукты, блях. А тебя вообще хорошенько было бы взять и под фрукты засадить. Очень хорошо было бы. Но мы попозже к тебе вернемся. Ты тут сильно не унывай. Так, ты нам тоже не нужен. Полностью сносим. Фас. Зачищаем потенциальных врагов. Я, кстати, не замерил. Надо было замерить, какой шанс рейда. Изменился он или нет. Ну, ладенько, пока оставим как есть. Так, люди у нас забили все показатели. Давайте еще добавим. Вроде бы есть еще рекруты. Сюда, под варфом, у нас пока что косячок. Но ничего страшного. Так, и алкашку. Мы пытались выйти в плюс. Мы вышли в плюс, но всего лишь 200 алкашки. Это очень мало. Это очень мало. Соответственно, придется ставить еще производство. Так, ребяточки. Что у нас по месту? По месту у нас жопа. Его тупо нет. Короче, остановитесь сюда. А сюда ты не влезешь, нет? Кажется, как будто влезет, но не влезет. К сожалению, не влезет. Хорошо. Ставьте пока отдаленно. Ждем. Здесь мы ничего не предпринимаем. Давайте. Еще одно алкашидзе нам надо, потому что нам нужно выйти в плюс. Причем в хорошей, потому что алкашка один из ресурсов для войны. Поэтому готовимся. По людям, по людям на 160 человек. Это еще 300 на обучение, 350. Кстати, что по обучению. 93%. Найс. Движемся в великое будущее. Я думаю, что здесь мы склады сделаем вот таким квадратом. То есть отдублируем их еще раз. Потому что оно нам точно надо будет. А, и надо еще заготовить людей, которые здесь будут все это на склады таскать. Это тоже проблемка. Так, и дедов надо было проверить. Дедов 240. Нормально. Так, рабов 141. Смотрим, как они себя чувствуют. Они себя чувствуют восхитительно, но жалуются на недостаток услуг немножечко. Но это те, которые только пришли. Они еще не разобрались, что здесь к чему. Понимаете, да? Они еще не приняли веру. И все остальное. Я думаю, что они со временем поймут, в сколько прекрасные места они попали. Мы можем отдублировать, кстати, еще одно местечко. Вот это. Делаем вот так. Но с одной погрешностью. Смещаем выходы вот сюда. Там же ничего... Баляха там есть. Вот здесь точно выход сработает. Здесь это третья клетка. Третья клетка нам ничего не даст. Четвертая нам тоже ничего не даст. Тогда вот здесь делаем просто тройной выход. И этого должно будет хватить. Тыц-пердыц. Все, работы куча. Для всех. Просто для всех. Работайте не хочу. Так, алкашку, я думаю, запустили уже, нет? Да, епырец. Ребятки, на вас вся надежда. У нас теперь очень много мяса и очень много кожи. По идее, это дополнительный ресурс для продажи. Но мы можем его использовать все-таки чуть больше с умом, мне кажется. Сейчас глянем, что у нас по производству вышло по рационам еще. Может, мы сможем еще усилиться. Ну что? Ну, серьезно, вы один блок не можете достроить. Так, запускаем сюда 14 человек. Даем ему инструменты и вперед пахат. Пахат на алкашку. Это у нас еще минус керамика, минус уголь. И что я хотел, что я хотел? Рационы. Так, рационы. У нас было по тысячу чисто в сети. У нас крадут рационы. Воришки, вы что, не воруйте. Не надо так. Так, и сейчас у нас рост уже вроде бы пошел 1,6. Ну, то есть было 1,1,2, стало 1,6. Неплохо. Неплохо, но в целом это же за сезон. Ну, я думаю, что мы скоро добьем до конца просто. До конца наши запасы. Но в целом мы можем еще ускорить производство рационов на самом деле. Достаточно только проявить волю. Так, шо, как? Штурманем? Нет. 15 человек, штурманем. Так, уничтожаем к херам собачьим. Забираем все, что есть, приватизируем зону. Пока что мы здесь останавливаемся. Вот здесь просто ребятки еще есть. С конторцами. Это уже захвачено, сюда мы не лезем. А вот сюда я бы прям полез. Я бы прям полез. Так, 370 админочков у нас еще есть. Давайте ждем. Там надо бы забрать, потому что там еще ребятки есть. И вроде бы это все, да? Вот еще одна нейтральная зона. Да, все остальные зоны мы уже ничего не сделаем. Дальше нас ждут большие войны, ребята. Большие войны, потому что все эти фракции мы должны будем уничтожить, грубо говоря. Я не вижу других опций с ними взаимодействовать, ну кроме торговли. Других опций взаимодействия у нас с ними нет, но проблема в том, что у них армии, мать его, по 13 тысяч. 13, Карл, тысяч армии. Но в целом мы можем собрать что-то очень похожее, на самом деле. Если мы будем рекрутов брать, а не наших ребят. Поэтому не расслабляем булочки. А пока что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденные. И, конечно же, нажимайте на колокольчик. Пока-пока.